Лирика – самый распространённый наркотический анальгетик. Именно с него начинается зависимость к наркотикам, отмечают знатоки, то есть сами наркозависимые. А приобрести эту самую лирику сегодня можно в аптеках. Провизоры с разрешения своих работодателей продают эти таблетки без рецепта. В этом зале находятся и те, к сожалению, они с нами находятся пока в нашем зале, а вот те, кто торгуют этой смертью, мы должны понимать, это наши враги. Говоря же юридическим языком, такие фармацевты – правонарушители, поэтому и наказание им грозит по статье. Статьи там, соответственно, очень тяжкие, от 8 лет и выше. Поэтому мы всех предупреждаем, руководители и аптеки, что 234-го уголовного кодекса несёт уголовное наказание и лишение свободы. Число сочинцев, употребляющих аптечные наркотики, составляет 20% от общего числа наркозависимых, а 70% преступлений в Сочи совершены под воздействием наркотиков. И это, отмечает Анатолий Пахомов, чрезвычайная ситуация. Ко всему прочему, в городе упразднена служба наркоконтроля. Но глава города принял решение возобновить работу её сотрудников. Профилактическая работа, она должна стать ещё более значимой. И эту профилактическую работу на себя забирает администрация города. Я благодарен Александру Викторовичу, который здесь присутствует. Александр Викторович был руководителем нашего сочинского наркоконтроля. Теперь он будет возглавлять у нас управление профилактики администрации города. Мы эту работу профилактическую во взаимодействии с правоохранительными органами и оперативную продолжим. И думаю, что будем это делать ещё с большим усердием и добиваться более качественных результатов. Потому что это самая страшная беда в городе. Работать Александр Петухов будет в статусе заместителя главы города. Присоединились к властям Сочи в вопросах борьбы с наркозависимостью и распространением наркотиков и члены Всероссийского общественного движения «Антидилер». Это небезразличные граждане, которые приглашают в свои ряды таких же неравнодушных сочинцев. Одна из задач активистов – снижать уровень продажи запрещённых веществ без рецептов в аптеках. Первый шаг в этом направлении, когда человек начинает употреблять, как раз-таки вот такие аптеки ему помогают сделать. Всего несколько таких крупных сетей, которые отравляют целый город, и об этом нельзя молчать. В этом большая опасность. То есть человек в белом халате, когда продаёт такие вещи, это, я считаю, даже более опасно, чем те, кто делает закладки. Потому что они втягивают как раз-таки. И детей в том числе, вот мы сейчас услышали. И во многих регионах уже много смертей от клирики в том числе. Поэтому не надо к ним относиться, как не к наркотаголцам. Опасность аптек многие недооценивают, уверены общественники. Для контроля нарушителей закона в белых халатах они уже создали и народную дружину. Сами же коллеги таких правонарушителей предложили лишать лицензии аптеки, находящейся в чёрном списке. Администрация города, в свою очередь, уже запланировала ряд встреч с молодёжью. Ребятам не только расскажут, но и на примерах из жизни покажут, на какое нелирическое настроение настраивает та самая лирика. Фильм основан на реальных событиях.